Сегодняшнее видео Будет посвящено, возможно, одной из самых необычных транспортных систем в мире А именно Транслору в Рио-де-Жанейро Мы знаем, этот город стоит на холмах Что делает перемещение по нему довольно изнурительным Когда-то людям приходилось преодолевать все эти уклоны пешком Потом появилась зубчатая железная дорога и трамвай Хотя последние в большинстве своем были заменены автобусами и немножко троллейбусами Троллейбусы быстро исчезли с улиц Рио Но в городе появились маршрутки, метро, городская электричка И не так давно на относительно ровной прибрежной части появилась еще и сеть трамвая Также в Рио-де-Жанейро есть канатная дорога Но помимо этого существует в городе район Санта-Тереза А в нем находится товарищество собственников недвижимости Вилла Жордим Санта-Сицилия По сути это огороженный жилой массив с одной улицей без названия По бокам которой на разной высоте холма находится 45 домиков Вход на территорию товарищества находится на улице Алмиранте-Алехандрино По ней кстати ходит исторический трамвай Санта-Тереза А также разного рода маршрутки Но внутри товарищества улица настолько крутая, узкая и извилистая Что никакой автомобиль там проехать не может Но и ходить по этой улице пешком довольно затруднительно Поэтому одновременно с возведением района в 1949 году На главной и единственной улице был проложен направляющий рельс А в качестве транспорта стал использоваться пустарно собранный пяти местный автомобиль Который вместо передней пары обычных колес имел поворотную тележку С двумя железными двухрепортными колесами Едущими по рельсу как по направляющей Задние же колеса были толкающими и не поворотными Они имеют обычные шины А ось соединена с коробкой передач и двигателем внутреннего сгорания К слову, работает это чудо техники на бензине Баки с которым расположены над кабиной водителя В кабине может ехать помимо самого водителя один пассажир А четыре других пассажира должны сесть в салон на продольной лавке у правого и левого борта Для удобства посадки данный автомобиль оборудован подножкой сзади И двумя поручнями по стенкам корпуса Длина линии составляет всего 150 метров Часть трассы от нижней конечной проходит по пешеходно-транслорному туннелю На обоих концах линии имеются разворотные круги с подпружиненными стрелками направляющих На середине трассы есть разворотный круг Который позволяет транспортному средству, следующему от нижней конечной Обернуться по часовой стрелке и задним ходом заехать в гараж ангара Выезд осуществляется из этого ангара передним ходом И только в сторону нижней конечной Следуя с верхней конечной, транслор также может поменять траекторию движения И задним ходом проследовать в депо Любопытно, что стрелки около депо являются ручными И переводятся водителем по мере необходимости Кстати, часть из них не имеют перьев И по сути рассчитаны на то, что вагон под силой тяжести Съехав с одного рельса, как бы зацепится за соседней Скорости на трассе варьируются от 5 до 15 км в час Посадка и высадка осуществляется в любом месте трассы По договоренности с водителем Вызвать которого можно по телефону с поста охраны на нижней конечной Кроме того, местные жители могут звонить водителю с личных мобильных телефонов С учетом того, что это локальный транспорт внутри товарищества Такая практика является вполне себе нормальной За день система по примерным подсчетам перевозит от 10 до 200 человек Вот такая интересная и необычная система транспорта Существует в одном из районов Рио-де-Жанейро А на этом все Спасибо за внимание